Задика не хватает, школы не хватает, коммуникации плохого состояния. Когда вы говорите, когда вы говорите, верните баню, мы все здесь понимаем, что это невозможно. Перед нашим домом стоят двухэтажные дома. Они тоже, значит, еще в 17-м году должны были быть расселены и снесены. Табличка висела на доме. Сама видела, февраль, окончательный срок, значит, сноса. Стоят. Вы сейчас эту землю тоже продадите? Да. Или уже продали? Нет еще. Вот вы сейчас продадите, но продадут. Вы обращались прокуратурой? Обращались. Оценку получили? Получили. Колонны дела возбуждены? Да, возбудите вы. Нет, это не наши компетенции. Поэтому безосновательное обвинение тоже не стоит. Как адрес перепрыгнул? Как 37-5 стало 19-1? Да, и вот этот вопрос. С землей в частную собственную? Сбойлерная, как адрес перепрыгнул? И почему в БТИ пропали все документы по адресу 19-1-й Железняцкой, 37-5, пустая папка в БТИ лежит? Потому что власть твоя врет, Кудасов. Но ты на нее не гавкнешь, потому что сразу же вылетишь. И пополнишь армию нищих в моей стране. В твоей стране, майор Кудасов. Я занимаюсь конкретным делом. И за всю Россию страдать не могу. У меня раздался звонок от общественницы, некой Татьяны Глазевой, которая попросила посмотреть на их ситуацию, комсомольской 21, с точки зрения законности-незаконности возведения рядом с ними 34-этажного строения. Первый взгляд, скажем, общий, исходя из предпосылок строительных, показал то, что да, может построить город на этом месте некое строение. Оно будет, в принципе, достаточно документально обоснованно. Но давайте так. Город об этом знал уже как минимум год. То есть он выдавал и, скажем, сведения о земельном участке, и подключал к сетям, и выдавал разрешение на строительство. Зачем они скрывали это от жителей, что они собираются построить 34-этажные апартаменты, а сейчас мы уже знаем, что они даже выставлены на продажу, мне неизвестно. Глупость какая-то. Такое делается только в одном случае, если вы не выдали это разрешение, и отсутствует проектная декларация. Мною было высказано также предположение, что, скорее всего, все-таки Сбербанк взялся за финансирование, потому что финансирование таких объектов достаточно серьезное, и банки бьются за это. А тут недавно промелькнуло в СМИ, что это все-таки у нас, скажем, была встреча Рады Фаритовича со Сбербанком, скажем так, навеяло. Данная информация, кстати, подтвердилась. Да, это Сбербанк. Дальше я посмотреть решила, кто из застройщиков мог бы стоять за этой историей. Ну и, собственно, неглубокое погружение в Global Development мне показывает на следы СУ-1. СУ-1 известная структура. Обычно они не работали, скажем так, глубоко в городе. Они работали в основном, вот строили микрорайон Спутник, Зубово. А вот в городе они появились недавно и отметились сразу двумя серьезными объектами. И скандальными одновременно. Это театр кукол и, собственно, второй объект детский онкоцентр. Вот Пруфы, например, буквально так же брали со мной интервью и очень возмущались, что тот же детский онкоцентр не то чтобы с нарушениями прям построен, но без необходимого оборудования, что детям придется, например, за рентген-лабораторией ходить куда-то. Почему сразу это все не предусмотреть? Да и театр кукол всю эту историю с фасадами и так далее вызвал кучу скандалов. Ну, я понимаю, что это модные ребята. Более того, настолько модные ребята, что они обладают достаточно административным ресурсом, скажем так, как минимум требующего участия первых лиц Республики Башкортостана. Ну, кто у нас там председатель, скажем, градостроительного совета, это Радий Фаритович. Либо, скажем так, второй у нас участник строительных проектов в городе Уфа, с которым бьется бесконечно Мавлеев, это господин Назаров. Здесь я сразу отвечаю на вопрос вперед, это Назаров. Все-таки Денис Назаров у нас депутат Курултая, и вот эти все контакты, собственно, со строительной, как я и всегда говорю, мафии, они, собственно, идут через Курултай. Да, собственно, некую протекцию всему этому проекту административную с облегчением прохождения некоторых республиканских моментов, потому что вот баня, я, насколько знаю, переходила вроде как из республиканской собственности в частную. Ну, скажем, предпосылки положительные созданы были при участии правительства Республики Башкортостан во главе, допуская такую мысль с премьер-министром. Иных, как говорится, оснований нет. Второй момент. Я приехала все-таки на эту Комсомольскую 21, все-таки, чтобы понять, зачем именно в этом месте нужна 34-этажная конструкция, которая вызывает столько гнева, возмущения, почему бы не нашли более, скажем так, менее конфликтную историю. И буквально удивитесь, если вы пройдете чуть-чуть во двор. Я даже греху своему всегда искренне считала, что пересечение округа Галли и Комсомольской, вот этот уголочек в сторону проспекта, он густо застроен внутри. Вот эти многоэтажные дома какие-то, мне полагала я лично, что они закрывают собой там огромное капитальное строение. Когда я прошлась ножками, я обнаружила, что все вовсе не так. На самом деле мы имеем огромный пустырь посреди города. И я, извиняюсь, как в прошлом строитель, который умеет визуально определять, сколько бы я домов сюда усадила, я могу сказать, там домов 20 можно, скажем так, разместить. И снос-то, если и есть, то небольшой. Вот там уже практически расселены и снесены два бывших двухэтажных дома, скажем так, если бы на площадные характеристики ориентируются. Ну, гектары 3-4 там пусты внутри. Еще парочку домов трехэтажные и двухэтажную конструкцию убрать, собственно, которые не потребуют много денег для расселения. Еще пару гектар нарисуешь. И уже потом хоть целый квартал сноси, потому что те затраты, скажем так, которые будет нести застройщик по расселению, они уже отобьются на построенных домах. Я уже прикидывала, сколько может стоить 34 этажа, скажем так, в коммерческом продукции. 3 миллиарда где-то так вот в среднем по рыночным ценам. Сколько будет стоить, соответственно, прибыль? Полтора миллиарда. Достаточная цифра для того, чтобы приступить к следующему этапу. А вот здесь самое главное. Комплексное освоение. КЖС, так называемый. А вот это уже другая история. А почему тогда они сразу не зашли на КЖС и не взяли весь объект? А вот как раз из-за расселения. Потому что закон предписывает сроки, процедуры, регламенты, охрану. Это дорого. Поэтому ребята, как я предполагаю, берут уголочек, как коммерческий объект, строят 34-этажную свечку, невзирая на все потенциальные нарушения по инфраструктуре и так далее. А потом пойдут на КЖС. Нюансы КЖСа. Он отдается за рубль. За бесплатно. За один всего лишь рубль. Почему? Потому что обычно КЖСные площади это отягощенные сносом. А в данном случае, собственно, снос отсутствует. Но кто об этом знает? Ну, знает ровно тот, кто заходит на этот квартал. Второй момент. Там еще территориальная расположенность. То есть, если вы забираете вот этот уголочек баня, въехать внутри вот этого квартала КЖСа будет невозможно. Это будет единственный вход закрытый, шито-крыто посреди города. Поэтому все, что я сегодня увидела, я увидела глобальную коммерческую историю комплексного освоения квартала, ограниченного улицами округа Галя-Комсомольская. Дальше уже, насколько они пойдут вглубь квартала, дотянутся, например, до той же фирмы Мир Сапфир, пока не буду утверждать. Но то, что внутри квартала гектар 5 железно уйдет на освоение, да, сколько каждый строитель скажет, сколько можно 5 гектар посадить свечек. Некоторые говорят 3 на гектар, некоторые могут и 5 усадить. Этажность не имеет значения, потому что, в принципе, ровное место почему бы и нет. Это все зависит от мастерства строителей. Умножьте на 1,5 миллиарда, соответственно, каждый дом. Ну, там уже на десятки, если не на сотни, идет счет. И поэтому, да, это очень интересное место. При вложении всего лишь 1 рубль и затраты на баню, как я там посчитала, ну, несколько-несколько, даже до сотни миллионов не дойдет. То, собственно, все остальное – это прибыль застройщика. Вот такая вот игра. Да, они вам предусмотрят внутри квартала и парк, и садик, и школа. Поэтому все те нынешние претензии, которые могла бы выдвинуть прокуратуру, в будущем будут отбиты просто наличием вот этого проекта освоения территории. Когда он появится? Ну, собственно, я как и говорила, 34-этажный дом при наличии уже документации поднять максимум 2 года. Год поднять, год на внутрянку и работы. А можно еще больше ускориться? Ну, в зависимости от того, как быстро они его продадут. Потому что эта прибыль уже позволит дальше уйти на КЖС. Почему мы вдруг сделали такую улыбочку в адрес именно одной строительной структуры? Ну, тут я не знаю. Хотя можно было бы это, например, объяснить жителям, потому что они сегодня не понимают, что их ждет. И логично опасаются. Ну, почему я предположила Назаров? По одной маленькой причине. Те административные решения, в первую очередь, которые надо было принять, я четко понимала, нужен контакт с республиканским органом власти. А тут вроде как ведение абсолютно городское. Ну, про конфликт Мавлеева-Назарова я это всегда знала, за право курировать стройку внутри квартала. А дальше уже, в принципе, все очень просто. Зацепившись, собственно, за вот эти два объекта, Театр Кукол и Онкоцентр, я еще раз говорю, мы с пруфы исследовали эту часть. Они даже, по-моему, выкладывали видеоматериал, который ей задавали этот вопрос, что делал Денис Назаров на Онкоцентре, какое он отношение имеет к этому проекту. И даже раскопали эту историю, как историю с благотворительностью какой-то связи. То есть для себя я тогда этот фактор отметила, что да, застройщик Онкоцентра и Театра Кукол имеет непосредственно контакт. А дальше, собственно, та наглость, в которую они полезли, скажем так, на вот этот объект, невзирая на административные и политические риски. Ну и давайте так. Я тоже ведь недавно посмотрела на Курултая, очень немножко, так скажем, творческие. И поняла, для чего была создана эта группировка интересов Курултая. Скажем, когда из выборов мы убрали практически всех, оставили только потенциальных клиентов. Они фактически сегодня устанавливают эти коммуникации на единственное знакомое премьеру-лицо Денису Назару, который у нас является депутатом Курултая. Продолжение следует... Продолжение следует...